Давняя и насущная потребность городской больницы Бердска – приобретение нового маммографа. Как говорят сами медики, единственный старый аппарат, так необходимый для полноценного обследования женского здоровья, изношен на 99,9%. На сегодняшний день уже получено новое маммографическое оборудование. Оно еще упаковано и находится на хранении в БЦГБ. Это маммографический рентгеновский маммограф последнего поколения, который предназначен для амбулаторно-диагностической службы проведения непосредственно вот таких исследований для выявления на ранних стадиях именно основного заболевания – это рака молочной железы у женщин. Стоимость нового маммографа – более 14 миллионов рублей. По словам Аллы Дробинской, планируется, что к 20 сентября подрядчик закончит ремонт специализированного кабинета. Далее – монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. И к середине сентября берчанки уже смогут пройти обследование на новом аппарате, который будет установлен в отделении на Пушкино-172. Я полагаю, что, конечно же, потребность будет в проведении данного вида диагностических исследований. Максимальная рентген-кабинет и маммограф, соответственно, будут работать с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно и в субботнее время, так как мы работаем в рамках проведения диспансеризации нашего населения. Главный врач Берцка сообщила, что новый маммограф – это только один из проектов, реализующихся и запланированных к осуществлению до конца текущего года. В этом году получили уже моечную машину для мойки эндоскопов. Это эндоскопическое оборудование, которое требует современной технологии обработки этого оборудования. Она уже получена, она установлена у нас в эндоскопическом кабинете во взрослом поликлиническом отделении номер один. Второй объект, второе мероприятие, которое тоже входит в рамках национального проекта здравоохранения, мы получили санитарный транспорт, это медицинский УАЗик, он тоже буквально на прошлой неделе мы его получили. Сейчас идет оформление непосредственно, постановка на учет, страховка и так далее. Также в начале октября ожидается выполнение еще одной заявки, ранее поданной в Министерство здравоохранения Новосибирской области. 71 компьютер вместе с установками для того, чтобы обеспечить взрослые поликлинические отделения, для того, чтобы мы могли работать уже без перебоев, с тем объемом и мощностью, который требуется для работы в медицинской информационной системе. Кроме этого, как рассказала Алла Дробинская, произойдут обновления и в сфере детского здравоохранения. Так, в этом году в детской поликлинике номер один для мам с самыми маленькими посетителями планируется оборудовать крытую колясочную. И второе, что мы хотели тоже завершить в этом году, у нас также на базе поликлиники детской находится физиотерапевтическое детское отделение, которое было не включено в проект 2019 года. И вот в этом году мы стремимся завершить вот этот проект по детскому здравоохранению. По учетным данным, посетителями детской поликлиники номер один являются более 15 тысяч детей. И реализация озвученного главврачом обустройства медучреждения должна порадовать горожан. Сегодня стало известно, что финансирование проектов уже одобрено в региональном Минздраве. И по словам главного бердского врача, во второй половине сентября подрядные организации приступят к работам.